Девушки отдыхают В перерывах между занятиями с воспитанником она обследовала хозяйский дом и наткнулась на место, где те хранят драгоценности. Недолго думая, она стала брать из шкатулки золотые изделия, после чего сдавала их в ломбард. Обнаружив пропажу золота, потерпевшая попыталась самостоятельно договориться с подозреваемой о возврате похищенного. Но девушка свою причастность к краже отрицала. Тогда обманутая женщина обратилась за помощью в органы внутренних дел. Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 75 тысяч рублей. В Мордовии на пожаре погиб 32-летний мужчина. Трагедия произошла в Ковылкино ночью 19 декабря. На улице Желябова горела квартира, принадлежащая погибшему. Его тело спасатели обнаружили в ходе борьбы с огнем. Площадь пожара составила всего 7 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются. Еще один крупный пожар зарегистрирован в Армадановском селе Трофимовщина. На Советской улице сгорело сразу несколько хозяйственных построек, в числе которых баня, конюшня и сарай. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Чамзинские полицейские возбудили и расследуют уголовное дело в отношении двух 27-летних работников одного из местных предприятий. Они подозреваются в краже. По данным полицейских, в конце ноября мужчины повредили замок ангара, расположенного в селе Красный поселок, проникли внутрь и украли несколько запчастей, принадлежащих местному жителю. Кроме того, в отношении подозреваемых следователем следственного отдела МОМО и ВД России Ордатовский возбуждено и расследуется аналогичное уголовное дело. Под данным отдела полиции, молодые люди взломали замок складского помещения предприятия, расположенного в селе Челпаново Отяшевского района. И похитили запчасти от сельскохозяйственной техники. Следует отметить, чтобы подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений. Бывший министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Анатолий Чушкин вышел из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда Саранска. 56-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, будет находиться дома с соблюдением ряда ограничений. К примеру, ему нельзя покидать жилище ежедневно с 8 часов вечера до 7 часов утра, не приближаться к бывшему месту работы, не пользоваться интернетом и телефоном, а также своевременно являться по вызовам следователя в суд. Следствие считает, что он похитил из бюджета республики с апреля 2017 года по февраль 2018 – 235 тысяч рублей, а с апреля по ноябрь 2018 года – еще 650 тысяч. Эти деньги были похищены под видом оказания коммерческой организации услуг питания в рамках реализации проектов, направленных на укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества. На самом деле услуги питания этой организации не оказывались, а перечисленные денежные средства были переданы Анатолию Чушкину. Отмечу, что это не все незаконные финансовые махинации, которые провел обвиняемый. По версии следствия, общая сумма совершенных им хищений превышает 5 миллионов рублей. Республиканские полицейские в Пензе задержали двоих подозреваемых в совершении кражи. Иностранцы похитили из мордовского магазина алкоголь на общую сумму более 40 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к совершению преступления. Ими оказались 28-летний гражданин Узбекистана и 25-летняя гражданка Киргизской республики, проживающие в Московской области. Выяснилось, что подозреваемые находились в Саранске проездом. В магазине они взяли три бутылки алкоголя, положили их в женскую сумку и вышли с торговой точки незамеченными. Затем молодые люди выехали за пределы республики. Полицейские установили, что подозреваемые совершили подобные кражи и в других регионах. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Утром 21 декабря в Октябрьском районе республиканской столицы загорело сразу три автомобиля. Основная версия случившегося – поджог. Сегодня в дежурную часть отдела полиции номер 3 УМВД России по ГО Саранск поступило заявление жителей Ленинского района о том, что по огнём повреждены три припаркованных у его дома автомобиля. Как установили полицейские, одна машина марки ВАЗ принадлежала заявителю. Владельцами двух других автомобилей марки «Фольксваген» и «ВИЗ» являются местный индивидуальный предприниматель и его отец. На месте происшествия полицейские нашли и изъяли несколько предметов и назначили по ним проведение судебной экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Редактор субтитров А.Семкин